приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена сидникова и так мои хорошие такого еще не было на моем канале я демонстрирую вам полуфинал платье которое сейчас на мне вы видите еще торчащие здесь спицы но мне очень хотелось поделиться с вами вот этой красотой как говорится мы предполагаем а бог располагает видите какая у меня получилась вот здесь китлевка это просто что-то с чем-то и и это всего год опыта вязание спицами это моя гордость я очень довольна своим результатом посмотрите как красиво она выглядит но это китлевка она не предполагалась быть такой если вы помните мы здесь все пытались сделать открытыми петли с одной стороны с другой стороны ничего этого не пригодилось те кто не умеют пользоваться набором волшебным набором джуди возможно скорее всего у меня на канале есть такие люди которые начинающие и может быть это само слово джуди пугает вас не пригодится короче вчера я даже уже не вчера уже можно сказать сегодня до трех ночи я сидела с этой китлевка естественно сначала я все сделала по задумке то есть по открытым петлям набрала вот здесь горловину и провязала вверх мне не понравилось как-то все хлипко как-то в общем все не то в итоге я распустила и сделала китлевку это ложная китлевка горловины мастер-класс уже есть на канале это мы с вами делали в джемпере мираж так что ссылку конечно же я оставлю и сделайте пожалуйста вот эту красоту я сейчас сниму это платье и конечно покажу вам еще более с близкого расстояния как это все красиво выглядит но а сейчас просто посмотрите как прекрасно получилось вот так вот платье сидит на мне я оператора сейчас попрошу он немножко отойдет посмотрите ну понятно что здесь сошлются швы здесь вот этот разрезик мне он нравится пока на данный момент он мне нравится но вот здесь вот длинная вот эта нитка я ее специально оставила чтобы если вдруг я не захочу разрез я просто его зашью теперь хочу ответить на вопрос по поводу а вы вязали в этом платье росток росток в этом платье это ваша немножко удлиненная спина и она играет роль ростка еще в этом в этой модели роль ростка играют вот эти погоны вот это расстояние то есть здесь где-то ну сантиметров семь восемь ширина вот этого погона с одной и с другой стороны дают нам вот вот этот во первых вырез горловины который я не делала здесь все прямо абсолютно прямо всего закрыта вы видите как немножко потянулись вот здесь швы и у нас получился вот такой вот круглый закругленный вырез горловины а здесь по идее ничего нет здесь все прямо тонкостях я расскажу как я закрывала петли это все увидите во второй части видео но то что я уставшая довольно это факт и те кто еще раздумывает вязать ли это платье или нет я вам говорю вяжите это классно потому что но мне очень нравится не знаю по поводу кармана мне кажется здесь его но не нужно лепить мне кажется все очень очень даже красиво смотрится и без кармана связать его и пришить это уже как говорится дело несложное ну что осталось мне связать рукава добрать петли из полотна и и прорезать вот этот вот этот узор а вот косу в общем здесь будет у меня вот этот синий рукав а с этой стороны будет вот этот бежевый рукав и получается настоящий колор блок в общем все что я хотела я получила единственная загвоздка была вот с этой горловиной ну я нашла выход вспомнив про джемпер мираж и вот как выглядит сейчас мне конечно же очень очень нравится ну а сейчас покажу все поближе разложу все это на столе расскажу о тонкостях и нюансах и конечно же желаю вам легких и ровных петелек и так мои хорошие давайте расскажу о петлях по поводу косы и потому что в прошлом видео что-то я как-то этот момент пропустила и так для того чтобы связать вот этот погон я набрала 20 петель из них смотрите одна петля это кромочная с накидом потом идут две лицевые три изнаночные восемь петель это петли косы то есть четыре на четыре три изнаночные две лицевые и моя кромочная с накидом и вяжем косу вяжем вот эту деталь до того размера ну которая вам нужна в вашем платье понятное дело что размеры у всех разные а вот таким вот образом теперь давайте плавно перейдем к этой петлевки значит смотрите ну во первых мастер-класс есть на канале подробнейший как вот оформить вот эту ложную кетлевку но я вам хочу сказать сначала по поводу петель когда у нас были открытые петли вот здесь вот вот здесь вот здесь ну то есть по всему кругу если вы помните планировал вязать воротник из открытых петель просто собрать их и открыть и провязать этот воротник но не тут то было в общем мне не понравилось так вот мои хорошие вот эти петли я собрала сначала закрыла их а потом вязала ложную кетлевку но закрыть нужно их тоже особым образом у меня в итоге вот здесь вот по горловине было сто восемьдесят петель если вы помните сто восемьдесят это очень много когда я стала закрывать вот эти все петли я имею ввиду до кетлевки смотрите как я закрывала две вместе закрыла одну просто закрыла две вместе провязала протянула через протяжку я делал одну просто закрыла то есть я их уменьшила таким образом кстати петли я закрываю крючком очень просто и легко и закрывала я ну тут в принципе не важно как закрыть но я закрывала так где лицевая закрывала лицевой где изнаночная закрывала изнаночной но я не знала что у меня будет на тот момент вот это ложная кетлевка что мне нужно ее будет вязать ну вам все-таки говорю и так не забудьте что вот эти сто восемьдесят петель нужно уменьшить провязав две вместе чередуя закрытие две вместе закрываем одну закрываем две вместе закрываем сразу одну закрываем таким образом я вот здесь вот подтянула что называется вот эту свою горловину петли естественно уменьшились ну поскольку здесь во первых косы дают объем во вторых резинка дает объем и конечно же при выходе на горловину это все нам дело надо уменьшить вот таким образом уменьшила я что я делала дальше ну дальше мастер-класс по кетлевке то есть вытаскивала петли из полотна и когда я их вытащила крючком там посмотрите мастер-класс как это делается у меня получилось по кругу вот здесь сто сорок пять петель ну сто сорок пять петель с одной стороны провязала сто сорок пять петель вот второе полотно да и потом их нужно собрать посмотрите как красиво аккуратно смотрится изнанка ну просто прелесть прелестная а вот ну когда сто сорок пять петель это хорошо соединили два два вот этих полотна а дальше пошла резинка два на два сто сорок пять не делится на 4 то есть если у вас резинка 2 на 2 вы предполагаете значит количество ваших петель должно делиться на 4 если у вас резинка один на 1 соответственно количество петель на выходе вот здесь вот должно делиться на 2 но я как бы не расстроилась мне нужно было убрать всего одну петельку то есть я уменьшила где-то провязала на стыке а вот он кстати стык его здесь и незаметно смотрите какая прелесть вот он вот это начало кетлевки начало вязание вот и таким образом у меня осталось на горловине для того чтобы вывязать резинку сто сорок четыре петли что и красиво получилось резиночка 2 на 2 провязав таким образом ну вот здесь сколько сантиметров 5-6 я не знаю сколько у вас будет ваша может быть вы вообще захотите связать такой воротник с отворотом я просто говорю что у меня провязав вот эту резинку я стала закрывать петли опять сто сорок четыре петли это очень много если бы я закрывала каждую петельку моя бы горловина лежала фолдила бы просто фолдила вот даже сейчас она немножко ну как бы ну на шее она все хорошо лежит красиво так вот я опять же закрывала следующим образом опять же крючком 2 вместе лицевой сразу закрыла 2 2 изнаночные провязала 2 вместе лицевой закрыла 2 изнаночные провязала опять уменьшив таким образом круг до но есть еще один нюанс я распускала вот так вот выглядела моя горловина с лица то что вы сейчас видите с изнанки вот они эти наши петельки видите 2 вместе лицевой закрытые провязанные лицевой через протяжку потом 2 изнаночные опять 2 вместе лицевой одной петлей провязаны 2 изнаночные я сказал 2 вместе изнаночными нет 2 изнаночные и вот здесь опять уменьшается вот этот диаметр верхний диаметр нашего воротника но когда я вот так провязала ну тоже красиво тоже неплохо но когда я заглянула на изнаночную сторону изнаночная сторона мне понравилось больше вот как выглядит вот здесь мне больше нравится я все распустила этот закрытый ряд и пошла закрывать петли в обратную сторону то есть по изнанке в другую сторону против часовой стрелки в итоге я закрыла и у меня то что было на лице получается появилась на изнанке это просто я рассказываю вам о своей тонкости может быть вам вот эта сторона понравится больше тогда закройте вот так ну а мне вот нравится вот почему там вот вот эта сторона так что еще еще вот небольшой нюанс петли закрывала я здесь одной ниточкой не без махера то есть вот этой ниточкой от биби биби премьер вот она эта ниточка то есть я убрала махеровую ниточку если присмотреться во первых тонкий край получился но это еще я как бы из опыта вязания крючком знаю что окантовка должна вывязываться или кайма ниточкой тоньше вот и здесь я убрала вот эту махеровую ниточку от drops и провязала просто одной ниточкой биби биби премьер вот они вот такие вот маленькие тонкости но они очень очень важны и в итоге как говорится в мелочах красота в мелочах вот не забывайте что у вас есть десятипроцентная скидка в магазине бобин с промокодом ситникова до 31 декабря ситникова большими буквами латинскими и есть также десятипроцентная скидка в магазине мир вышивки тоже 10 процентов но там ситникова уже русскими буквами ссылки на магазин я оставлю так что пользуйтесь но вот мои хорошие такое небольшое видео поделилась своим восторгом кому не нравятся мои восторги пожалуйста не смотрите мои видео я делюсь своим опытом я делюсь своими эмоциями и я хочу заряжать тех людей позитивом которым это нравится так что восторги на моем канале будут ну вот мои хорошие посмотрите какая солнечная погода конечно же на балконе у меня сейчас уже холодная оделась вот ну чтобы чтобы красиво снять при дневном свете обязательно сегодня пойду гулять погода шепчет солнышко настроение прекрасная хотя спала я сегодня всего 4 часа но вот мои хорошие на этой ноте я буду прощаться с вами ненадолго буду вязать рукава и встретимся уже наверное когда есть вижу один рука и расскажу о нюансах они обязательно будут это точно я это знаю расскажу об убавках ну и как я это буду делать все мои хорошие я желаю вам всем прекрасного настроения волшебных петелек неимоверного полета фантазии всех люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока